Всем привет! Сегодня я расскажу вам интересные, скандальные и порой шокирующие факты из жизни Анжелины Джоли. Несмотря на ее огромные успехи в киноиндустрии, мало кто знает, что у нее были трудные времена, когда она столкнулась с депрессией, употребляла запрещенные вещества и даже наняла киллера, чтобы расстаться с жизнью. Друзья, перед началом просмотра ролика большая просьба включить VPN. Тем самым вы способствуете развитию и улучшению канала. Заранее благодарю. Анжелина Джоли при рождении в Войт. Родилась 4 июня 1975 года. В семье голливудского актера Джона Войта и канадской актрисы Маршалин Бертран. К сожалению, этот брак не продлился долго. Не выдержав бесконечных измен мужа, Бертран забрала детей, переехала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и подала на развод. Расставания родителей и последовавшие за ним скандалы относительно размера алиментов, Джоли переживала очень остро. Она видела страдания матери и отстраненность отца, из-за чего замкнулась в себе, перестала нормально учиться и общаться со сверстниками. А вместо игр в куклы начала представлять себя владелицей похоронного бюро. После того, как учителя узнали о таких увлечениях девочки, Джоли отправили к школьному психологу. После этого в журнале появилась запись. В подростковом возрасте психическое состояние Анжелины ухудшилось еще сильнее. Ей было 11 лет, когда мать решила вернуться в Калифорнию. Параллельно с обучением в престижной частной школе в Беверли-Хиллз, девочка начала посещать прославленную киношколу Ли Страсберга. Но из-за насмешек одноклассников над ее излишней худобой и пухлыми губами, Анжелина чувствовала себя на сцене скованно и неуверенно. В результате ее актерские амбиции за пару лет сошли на нет. По словам Джоли, в те годы ей все время было неуютно в своей шкуре. Собственное лицо казалось ей слишком круглым. Ноги и руки чересчур тощими, а плечи широкими. Будущая звезда окончательно разочаровалась в себе после того, как ее первые попытки стать моделью не увенчались успехом. Из-за затяжной тяжелой депрессии и заниженной самооценки у нее развелись анорексия и дисморфофобия. Она постоянно чувствовала себя несчастной и бесполезной. Начала одеваться только в черное и коллекционировать ножи, которыми в наказание за неудачи и в попытках заглушить душевную боль наносила себе по*** на руках и груди. К 14 годам Джоли окончательно ушла в отрыв. Все время ругалась с матерью и считала себя взрослой и независимой. Параллельно с учебой в школе она снималась в музыкальных клипах и продолжала ходить на кастинги в качестве модели. Примерно тогда же девушка начала жить в гражданском браке со своим байфрендом. Причем на этом настояла сама Маршалин Бертран. Узнав о романе дочери, она предпочла предоставить юным влюбленным комнату в собственном доме, вместо того, чтобы переживать, что они занимаются этим где-то в темных переулках парка. Позднее Джоли призналась, что даже влюбленность и первые успехи в модельной карьере не помогли ей обрести покоя в душе. Поэтому она продолжала резать себя, а впоследствии своего партнера. Такое увлечение едва не стоило Анжелине жизни. Во время очередной попытки нанести себе пресс, она задела артерию. К счастью, врачи приехали вовремя и успели ее спасти. После выписки из больницы, Джоли пришлось некоторое время в обязательном порядке посещать психиатра. Помимо затяжной депрессии, ментальные проблемы Анжелины также усугубились непростыми отношениями с отцом, порой переходившими в откровенную вражду. Из-за этого она подсела антроптики и, по ее признанию, до 20 лет перепробовала все. Ахуы да к**на и к**на. В те годы Джоли часто заявлялась на показы и публичные мероприятия под кайфом. И в какой-то момент серьезно вознамерилась к**чить с собой. Анжелина Джоли вспоминала, что однажды все стало настолько плохо, что она решила нанять настоящего киллера, чтобы тот лишил ее жизни. Однако киллер стал тем человеком, который заставил Джоли переосмыслить свое решение и дать жизни еще один шанс. Он оказался достаточно порядочным человеком и попросил, чтобы я подумала и позвонила ему через два месяца. Что-то изменилось в моей жизни, и я решила, что буду держаться. Как бы безумно это ни звучало, но я думаю, многие люди задумываются о см**блении. Я понимала, что, например, моя мать почувствовала бы, что она недостаточно сделала, если бы я попросил с собой. Поэтому я решила, что если бы кто-то другой лишил меня жизни, например, в результате ограбления, то это было бы убийство, и никто бы не почувствовал, что подвел меня. От полного саморазрушения Анжелину останавливала лишь работа. Удивительно, но пагубные привычки и психические проблемы не помешали рассвету ее кинокарьеры. В начале 90-х годов у нее вновь проснулся интерес к актерству. Потому, параллельно с участием в модных показах, она начала сниматься в низкобюджетных фильмах. В 95-м году Джоли согласилась исполнить одну из главных ролей в картине «Хакеры». Эта картина покорила американскую публику. Пронесла ей первую известность, статус восходящей звезды Голливуда по версии журнала New York Times и знакомство с первым официальным мужем. Британский актер Джонни Ли Миллер должен был сыграть возлюбленного Джоли, и их кинороман продолжился в реальной жизни. Спустя год пара усаконила свои отношения. На свадебную церемонию влюбленные пришли в черных кожаных штанах и белых футболках, на которых собственной кровью написали имена друг друга. Именно Джонни помог Анжелине завязать с наркотиками и увидеть светлую сторону жизни. Однако клятвы на крови и обретенная трезвость не помогли паре сохранить эти отношения. Когда страсть между влюбленными утихла, они поняли, что являются полными противоположностями друг друга. В итоге они расстались спустя год после заключения брака. После премьеры «Хакеров» наладилась как личная жизнь Джоли, так и ее карьера. После череды второстепенных ролей в 1997 году она сыграла жену больного губернатора Алабамы в мини-сериале «Чордж Уолласс», за который удостоилась «Золотого глобуса». Затем актриса приняла участие в драме «Джио», посвященной биографии супермодели 80-х годов «Джио» Мари Каранджи. Этот фильм стал прорывным для Анжелины. Именно после его выхода о ней заговорили, как об одной из самых востребованных и разноплановых молодых актрис. В 1999 году Джоли снялась в драме «Прерванная жизнь». И эта работа принесла ей премию гильдии киноактеров, очередной «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Актриса была рада, что ее работу оценили столь высоко. Но даже на церемонии вручения одной из главных кинематографических наград не смогла обойтись без апатажной выходки. На глазах у изумленных журналистов и коллег она страстно поцеловала в губы старшего брата, чем спровоцировала слухи об их кровосмесительной связи. Кстати, история про не менее скандального братца Джоли заслуживает отдельный ролик. Напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли мне выпускать такое видео. В том же 99-м году на съемочной площадке фильма «Управляя полетами» Джоли закрутила роман с экранным партнером Билли Бобом Тортонном. Ее не смутила ни разница в возрасте в 20 лет. Не то, что он не был свободен, а собирался жениться на давней подруге Лори Дерн. Анжелина считала, что Билли Боб – ее родственная душа. Влюбленные тайно поженились в маленькой церкви в Лас-Вегасе. Вместо колец они обменялись кулонами с кр...ю. Набили татуировки с именами друг друга. И были намерены оставаться вместе до гробовой доски. Молодожены без устали эпатировали публику своими выходками. Не стеснялись рассказывать о темной стороне своих душ. И без устали демонстрировали пылкие чувства на публике. В этих отношениях Джоли была действительно счастлива. До тех пор, пока впервые не попала в Камбоджу. В 2001 году актриса сыграла главную роль в приключенческом боевике Лара Крофт «Расхитительница гробниц», который сделал ее суперзвездой и главным символом Голливуда. Съемки некоторых сцен фильма проходили в Камбодже, где в то время шла гражданская война. Увиденная перевернула мир Джоли и полностью изменила ее. Она начала активно заниматься благотворительной деятельностью и участвовать в гуманитарных миссиях. А главное, захотела усыновить ребенка. Это решение вызвало странную реакцию отца актрисы Джона Войта, которого она пригласила принять участие в съемках Лары Крофт, чтобы наконец помириться. Войт публично заявил, что всерьез опасается за психическое здоровье дочери. Назвал ее истеричкой и посоветовал обратиться к психотерапевту, вместо того, чтобы усыновлять детей. В ответ на это возмущенная Анжелина тут же прекратила все попытки наладить отношения с отцом. Официально убрала его фамилию из своих документов и сообщила, что больше не имеет никакого отношения к этому человеку. В 2002 году Джоли стала послом доброй воли ООН по гуманитарным вопросам. Вновь посетила Камбоджу и все-таки усыновила маленького мальчика, которого назвала Мэддокс. Однако ребенок послужил поводом для разрыва отношений актрисы с Торнтоном. Билли Боб честно предупреждал ее, что не готов стать отцом и не будет принимать участие в воспитании Мэддокса. Но Анжелине было все равно. Она наслаждалась материнством и не знала, о чем говорить с мужем, который внезапно стал чужим человеком. «У нас был отличный брак, но я пошел на попятную. Просто не чувствовал себя достаточно счастливо и хорошо. Это все, что произошло. Не было большого скандала и ненависти». Впоследствии объяснил Билли Боб Тортон причины их развода. В 2003 году супруги развелись и Джили заявила, что для счастья ей больше не нужен мужчина, так как у нее теперь есть все, о чем она мечтала. Любимый сын и работа в кино. Однако всего спустя год актриса вспомнила о некогда любимом амплуа плохой девочке. Во время работы над триллером «Забирая жизни» она закрутила недолгий роман с Итаном Хоуком. И тем самым разрушила его многолетние отношения с актрисой Умой Турман. В 2005 по той же схеме на съемках боевика «Мистер и Миссис Смит» Анжелина увела из, казалось бы, счастливого брака с Женнифер Энистон Брэда Питта. После чего на 12 лет превратилась в хранительницу домашнего очага. В отношении с Питтом Джоли действительно стала спокойнее и счастливее. Брэд мечтал о большой семье и детях и полностью разделял ценности актрисы. Он усыновил Мэддокса, активно включался в благотворительную деятельность и с удовольствием сопровождал свою избранницу в гуманитарных миссиях. В одной из таких поездок пара решила удочерить эфиопскую девочку Захару и вскоре выяснилось, что Анжелина беременна. В 2006 году у Питта и Джоли родилась дочь Шайла, первые снимки которой они продали журналистам за 10 миллионов долларов. В 2007 актеры усыновили еще одного мальчика Пакса Тьена. А вскоре на свет появились близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин. Каждый раз при появлении нового ребенка в семье звездная пара продавала прессе право на эксклюзивную съемку за довольно крупную сумму денег. За 12 лет совместной жизни они сходились и расходились множество раз. Причины называли разные. Непростой нрав актрисы, ее ревность к бывшей жене Питта Дженнифер Энистон и многое другое. Однако именно при поддержке Брэда Анжелина смогла справиться с депрессией и навязчивой тонатофобией, возникшими после скоропостижной кончины ее матери от рака. В 2013 году актриса решилась на операцию по удалению молочных желез, матки и яичников из-за высокого риска развития онкологических заболеваний этих органов. И вновь Питт старался все время быть рядом с ней. Брэд и Анжелина поженились лишь в 2012 году по инициативе детей. Однако красивая церемония не смогла укрепить их союз. Категорическое нежелание актера усыновлять еще детей, слухи о его романе с Марион Катияр и вновь обострившиеся ментальные проблемы Джоли, спустя 4 года привели к громкому расставанию. Их красивая история любви превратилась в упопею о разводе. Сначала официальной причиной разрыва отношений супруги назвали пресловутые непримиримые противоречия. Затем Джоли заявила об алкоголизме Пита и якобы жестоком обращении с детьми. Что произошло на самом деле остается загадкой до сих пор. Однако совершенно очевидно, что развод нанес Анжелине огромную травму и она пошла войной на бывшего мужа, чтобы он страдал так же сильно, как и она. Финансовые и имущественные вопросы бывшие супруги урегулировали довольно быстро. Камнем преткновения стала опека над детьми. Джоли настаивал на единоличной опеке. Пит, естественно, воспротивился и подал встречные иски. В результате судебная тяжба растянулась на несколько лет, в течение которых Брэду и Анжелине пришлось посещать назначенного судом психолога. Не раз встречаться на закрытых заседаниях и выслушивать показания свидетелей, врачей и многочисленных экспертов. Актриса была готова на все, лишь бы не допустить никаких поблажек для бывшего мужа. В том числе вызвать на свидетельское кресло своих детей, которых так стремилась защитить от боли и травм. Продолжительная тяжба некогда самой красивой звездной пары Голливуда завершилась лишь в 21-м году. Полиция и ФБР полностью сняли с Пита обвинения в домашнем насилии, а суд признал его право на совместное воспитание детей. Осенью 2022 года все мировые СМИ облетела новость, что Анжелина Джоли в начале отношений с женатым Брэдом Питом лично заказала журналистам фотосъемку их романтической прогулки. Причем актриса заранее сообщила папарацци не только место и время, но и абсолютно все детали тайного свидания. Таким образом она решила подтолкнуть к разводу Пита, до этого скандала отрицавшего их роман и явно не собиравшегося уходить от законной супруги Дженнифер Энистон. Друзья, напишите пожалуйста в комментариях, нравится ли вам Анжелина Джоли, какой фильм с этой актрисой у вас самый любимый. А также обязательно напишите, на какие темы мне выпускать следующие ролики. Если вам понравилось видео, прошу поставить лайк и подписаться. Берегите себя, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok